всем привет добро пожаловать ко мне на кухню вы на канале дневники елены и сегодня я буду печь торт именинный и хочу поделиться с вами этим рецептом и для теста нам понадобится сахар мука сгущенное молоко ванильный экстракт яйца уксусная эссенция немножко соли сода сметана миндаль мак и какао-порошок и приступим к приготовлению теста для начала яйца яйца у меня комнатной температуры взбиваем с сахаром до бела готова добавляем сметану гущённое молоко чайная ложка ванильного экстракта просеянную муку добавляем все сразу щепотка соли чайная ложка сода чайная ложка уксуса укасом сода также отправляем тесто это будет у нас базовое тесто в дальнейшем я буду добавлять какао мак и мандель у меня будет три слоя и все три слоя я буду делать с разными вкусами и включаем на медленную скорость и перемешиваем также можно делать это вручную либо с миксером тесто вымесилось до однородной массы и вот такого получился вот такой жидковатое тесто похоже по консистенции как на ладьи так следующий шаг мне нужно разделить тесто на три равные части для этого мне нужно взвесить тесто то есть торт готовлю на день рождения хочется чтобы был красивый и взвешиваем чашку я уже заранее взвесила она у меня вешает 460 грамм и теперь от этой суммы мне нужно отнять 460 и в общем 1040 килограмм получилось на тесто мне нужно разделить его на три в общем 350 грамм где-то 350 грамм не нужно чтобы коржи получились ровненькие потом будет выглядеть аккуратней вот немножко перебащила ну если пар грамм больше меньше тоже не играет в роли в принципе так ну вот тесто мерили добавляем миндаль он у меня рубленый вымешиваю до однородной массы духовку я уже включила выпегать буду при 200 градусах режим вверх-вниз форма у меня на 24 сантиметра и отправляю тесто форма для выпекания выравниваем вот так равномерно распределили тесто форму я смазала сливочным маслом и отправляем в духовку выпекаться и вот я не знаю Я теперь займусь меренгой. Что важно? Меренгу я буду делать по формуле 1-3-1. Мне нужно взвешивать белки сначала. Значит, 95 грамм. Значит, 95 умножаем на 3. 285 грамм сахара мне нужно. Меренгий. Меренгий. И 95 грамм воды. Для начала я буду заваривать сироп. Отправляем сахар, заливаем водой. Пол чайной ложки лимонной кислоты и отправляем на огонь. Можно немного перемешать, но особо не усердствовать. И ждем, пока масса закипит. Масса закипела, можно убирать венчик, мешать больше не нужно, иначе будут засахариваться, будут сахарные комочки попадаться. Можно уменьшить температуру до средней. И я заметила, что нужно примерно 7 минут уваривать сироп. И можно заняться белками. Белки, что важно, белки должны быть комнатной температуры. Смотрите, чтобы не попадали шаль от яичка или желток. Тогда ничего не получится. Белки не будут взбиваться. Щепотка соли. Идет как усилитель вкуса. И я добавляю пакетик ванильного сахара. И начинаем взбивать. Белки взбились в плотную пену. Достаточно. И взбивать. Посмотрим, что с нашим сиропом. Прошло 5 минут. Идет еще такое активное пузырение. Вообще нужно, конечно, измерять температуру. Она должна быть где-то 120 градусов. 120-1 градусов. Но так как у меня термометра нет, то я буду определять по этим пузыречкам. Еще можно так, говорят, как бы до ленивых пузырей. Сейчас, видите, они так активно пузырятся. Но когда сироп будет уже готов и будет нужной консистенции, то пузырьки будут так, как бы с ленью, немножко медленнее замедлять. Видите, они уже замедляются. И вот когда это уже будет явно видно, что они уже в замедленном действии, и тогда можно уже смело выключать. Сироп будет готов. Меренга готова. Чаша стала теплая. Приготовим пюре из априкосов. У меня здесь 200 грамм. Так, готово. И теперь мне нужно сок, пюре абрикосовое и пакет пудинга. Мне нужно сварить абрикосовый пудинг. Так. Я отмеряю 4 ложки соком не отдельно. В чашечку, да, 5. Сок отправляем в сахар. Сок отправляем в сахар. Сок отправляем в сахар и ждем, пока он закипит. Пудинг не нужно растворить в этой жидкости. пудинге. Если у вас нет пудинга, можно взять крахмал. Я возьму просто пудинг, потому что у него такой вкусный, ванильный вкус. И нам нужно вот это растворить, чтобы масса получилась без комочков. Размешать хорошо, чтобы не было комочков. Так. Масса закипела и отправляем только в тонкую строчку. Разведенный пудинг. Можем отключать. В эту массу добавляем априкосовое пюре, которое мы приготовили. Вымешиваем еще хорошо. Даем еще раз массе закипеть. Вот такие пыхи идут. Пузыречки. Все, готово. Нужно выключать плиту. Наш априкосовый пудинг готов. И мы его отставляем в сторонку. Переливаем в другую посуду. Закрываем кленкой. В контакт. Чтобы у нас не появилась корочка. в тесто. Все. И оставляем охлаждаться. Приготовим масляный крем. 250 грамм масла я взяла. И две трети банки сгущенки, которые у меня остались от теста. Вливаем и взбиваем. Крем готов. Сильно взбивать не нужно. Как только сгущенка перемешалась с маслом. Все. Иначе масло перебьется и начнет выделять жидкость. И все. Можем приступать к сборке торта. Вот такие у меня коржи получились. Они все получились одинаковой толщины. И все разные будут. Они очень хорошо, красиво выглядят потом торт на срезе. Ну и начну собирать. Немножко нам нажим здесь. Чтоб наш корж не катался. Все хорошо. Немножко нам grow the best дети. Давайте 40 розовиц. Вершремя встречу oben. Еще printers тоже. И сошучать обратно? Пока. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...